Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы с вами продолжаем размышлять над Священным Писанием Нового Завета. И сегодня 6 апреля, четверг 6-й седмицы Великого Поста. И мы с вами, как и договаривались, в будние дни Великопостного периода читаем книгу «Апокалипсис». У нас с вами уже немного осталось возможности о ней поговорить, но, в принципе, мы приближаемся к концу. Напомню, что в прошлый раз мы прочитали с вами 20-ю главу и первые 10 стихов ее, точнее, 19-ю тоже прочитали, но остановились на 10-м стихе 20-й главы и неспроста остановились, потому что в этих 10 стихах содержится такая интересная идея, тоже волнующая. Многих христиан, волновавшие на протяжении многих веков, можно сказать, что во всей книге «Апокалипсис» есть несколько таких точек, несколько тем, которые в разное время, может быть, не постоянно, но такими волнами, то забывается эта идея, то вдруг опять она воскресает. Вот, скажем, эта идея о тысячелетнем царстве Христа на Земле. Ну, или, скажем, число зверя 666, что это означает, да? Тоже всегда очень волновала эта тема. В наше время тоже, ну, мы говорили об этом. Кстати, связано то, что многие люди там отказываются от каких-то документов, там, паспортов или еще чего-то. Но, тем не менее, мы попытались объяснить, да, что число 666 – это гематрия, это число зверя, а звери у нас по всем признакам, исходя даже из вот этих, помните, сведений о 8 царях, что 8 царь будет из числа первых 5, все-таки это, по всей видимости, кесар Нерон. И здесь, конечно, также важно вспомнить вот этой легенде о Нероне Воскрешем, которая объясняет всю эту ситуацию со зверем, с числом зверя и прочее. Оно не меньше, так сказать, будоражило человеческие умы идеи о тысячелетнем царстве Христа. Очень много было людей, которые думали, что вот в какой-то момент должно начаться это тысячелетнее царство Христа. Кто-то из них был там и христианином, в частности, под протестантские различные течения, секты иногда основывались на этой идее. Были такие светские, нерелигиозные попытки подвести под свою деятельность идею о тысячелетнем царстве. Вообще все попытки, например, создать царство Божие на земле, в них так или иначе прослеживается эта идея царства Божие, царства добра, любви и блага. Но здесь мы что должны отметить? Опять же, если будем опираться на исследование Отца Януаря, то мы увидим, что здесь, по всей видимости, произошло смешение двух эсхатологий. Мы знаем, что в иудейской религии иудаизме всегда были какие-то мысли, какие-то убеждения, какие-то мнения относительно конца мира. Но надо сказать, что все-таки иудейская эсхатология обычно носила характер не пространственный, а временной. О чем идет речь? Что Царство Божие наступит когда-то во времени, но здесь, в этом мире. То есть когда-то должно наступить время, что Иерусалим будет восстановлен в своей славе, будет независимым царством, все поклонятся ему и станет Иерусалим центром мира, и будет Царство Божие вот здесь, в этом пространстве. То есть пространство другое не предполагается, предполагается просто время, которое когда-то наступит. И вот было такое мнение, такая идея о неком тысячелетнем царстве народа Божьего. То есть это еще иудейская версия, иудейская идея, здесь даже нет речи о Христе, хотя нет, в принципе, Мессия это предполагается, что Мессия принесет победу Израилю, но в смысле, что еще до Христа эта идея сформировалась. И, конечно, в иудео-христианских кругах эта идея была сильна. Но здесь мы видим, что в конечном-то счете это тысячелетнее царство не будет окончательным, в конечном-то счете все равно, потом Сатана будет освобожден, все равно будет еще одно сражение вот здесь, в этих десяти стихах об этом говорится, и в десятом стихе, в конце концов, «Дьявол, плечавший их, вержен в озеро огненное серное, где зверь лежа пророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». Все-таки это тысячелетнее царство Божие на земле не будет окончательным. То есть эта идея из иудейского сознания попадает сюда, в книгу «Апокалипсис», но совершенно по-христиански, как мне думается, и это действительно, наверное, так, все-таки это тысячелетнее царство, повторю, не становится окончательным. Почему? Все-таки здесь мы, чем дальше будем продвигаться, сейчас в 21 главе, 22 это увидим, будет твориться новое небо и новая земля. Это очень важные слова. «Увидел я новое небо и новую землю». Так, кстати, называется книга Цайноария, «Комментарий к апокалипсису». «Увидел новое небо и новую землю». «Новое небо и новая земля». То есть что-то совершенно иное. Старый мир должен быть уничтожен. Царство Божие на земле, тысячелетнее или какое-то еще, невозможно по одной простой причине, что Ветхий мир должен быть подвержен уничтожению. Не может Ветхий мир так преобразоваться, невозможно его так изменить, так улучшить, чтобы на нем воцарилось Царство Божие. Царство Кесаря все равно останется Царством Кесаря. Потому что оно здесь, оно вот в рамках этого мира существует. Мы об этом еще, кстати, поговорим, когда будем подводить итоги нашего разговора про апокалипсис. Потому что, в принципе, вся эта книга говорит о том, что Царство Кесаря, оно в конце концов не закончится, пока будет существовать этот мир. Да, Римская империя падет. Здесь, например, в книге «Апокалипсис» есть мысль о том, что это должно произойти от рук Нерона и Парфиана. Но исторически мы знаем, что, скажем, это случилось несколько позже, чем писалась книга «Апокалипсис», даже достаточно позже. И, конечно же, не от Нерона и Парфиана, а от других войск, от варваров. Но, тем не менее, каждый раз появляются новые формы, так сказать, существования людей в обществе, новые, так сказать, Царства Кесаря. И сколько бы их не приумножать, эти Царства Кесаря, все равно они не Царством Божиим не станут. Хоть приумножай, хоть улучшай. И потому что всякие попытки построения Царства Божьего на Земле в конечном счете сами мы знаем, во что превращались. Поэтому здесь очень здравая христианская мысль, глубокая, что Царство Божье на Земле тысячелетнее, Христово, ладно, оно будет, да? Но эта идея включается в «Апокалипсис». Включается, потому что, повторю, это была совершенно прочная часть всего иудейского миросозерцания, иудео-христианского. Но оно не будет окончательным. В конце концов, все равно будет потом, после этого, сражение с дьяволом, победа над дьяволом, и дальше новое небо и новая земля. Но об этом будет говориться впереди. И прочитаем еще немножко. 11 стих. «Увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им место. Увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. Судимы были мертвы, по написанному в книгах сообразно, с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем. И смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим. Смерть, и ад повержены и в озеро Огненное. Это смерть вторая. Кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное. Итак, мы видим, после победы над драконом, то есть сатаной, который ушел туда, куда, и уже пророк и зверь, происходит суд над всеми, и над живыми, и над теми, кто уже умер. Здесь сказано, что, видите, и море отдало мертвых, и смерть, и ад отдали мертвых. Вот как раз здесь ад в этом смысле, о котором я говорил, то есть некая коллективная могила, да, не место мучения, а место, где все души содержались вот до этого суда. И вот смерть, и ад отдают мертвых, море тоже отдает мертвых. Это очень важно, потому что многие же люди погибали в море, и, кстати, всегда считалось, что если человек не захоронен, то для его души это является некоторой проблемой. Ну, собственно, и сейчас тоже, да, все-таки стараются, чтобы человек получил захоронение. Итак, все, в конечном счете, приходят на суд. После того, как все приходят, опять же, на суд, то есть когда смерть, и ад выполняют свою функцию, отдают мертвых, они, что с ним происходит? И смерть, и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. Все, смерти, и ада нет больше. Они отдали всех мертвых и уничтожены. А дальше суд. Кто не был написан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. Вот уже кто не был написан в книге жизни, из этих людей, пришедших на суд, те так же, как смерть, и ад, отправляются в озеро огненное. То есть уже не в ад, не в могилу, а в место мучения, в озеро огненное. Кто написан в книге жизни, тот царствует с агнцем. Но об этом мы поговорим далее, уже в 21-22 главах. Сегодня напомню, что мы с вами обсудили 20-ю главу, очень важную идею о хелиазме. Также напоминаю необходимость для нас с вами ежедневно читать Слово Божие, потому что в нем заключены великая отрада и утешение, и наставление. Храни вас всех, Господь! Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое при высшем небес. Слово Божие. Слово Божие. Слово Божие. Слово Божие. Редактор субтитров.